доброго доброго времени суток дорогие друзья сегодня у меня в гостях очень очень дорогой гость это имрам гири учитель мастер кри йоги прекрасный музыкант замечательный человек приветствую имрам приветствую не менее ценный бесценный подарок судьбы для людей это святослав дубянский который так очень много времени и сил тратит на то чтобы донести до людей такое великое учение как крия как саната надхарма я очень рад на самом деле потому что ты действительно делаешь очень много спасибо огромное за возможности до сегодня у нас будет действительно очень необычная видеозапись во первых мы готовились к не даже не знаю сколько то ли год то ли два то ли три наконец-то это история запись свершается в общем от доброй нашей традиции я буду задавать вопросы но сегодня не будет интервью это будет именно беседа то есть я буду и сам давать какие-то ответы возможно ты мне будешь задавать какие-то вопросы поэтому это скорее в общем беседа в которой где-то я так сказать уже себе заготовил достаточно большое количество вопросов все они посвящены ну наверное одной из самых сложных тем это махаватар бабаджи и до этой съемки мы с тобой очень много обсуждали эту тему у нас абсолютная в общем ясность и единство в нашем восприятии этой сложнейшей на самом деле темы и наконец-то мы вот решили именно под запись сделать такую беседу в которой поразмышлять об этом величайшем учитель величайшем явлении я открываю свою шпаргалку с большим количеством вопросов которые конечно же я готовил к нашей встрече и первое что я хотел бы спросить тебя кто такой бабаджи или что такое бабаджи скорее всего кто такой потому что все таки когда мы говорим о бабаджи мы в какой-то степени персонафицируем его скажем так да вот я бы хотел первую очередь обратить внимание на самый важный вопрос когда мы говорим об абсолюте что в сознании людей возникает возникает некая такая пространственная я не знаю даже как-то выразить нечто идея которая фактически заполняет все сознание человека и человек говорит это абсолют может быть у некоторых возникает свет может быть у некоторых возникает некая действительно пустота где все наполняющая пустота этого абсолюта является непосредственно выражением чего-то к чему он так обращает свое внимание сердечное внимание либо ментальное то есть проще говоря абсолют это кто-то это кто-то это живой кто-то кто дает нам жизнь из себя генерируя для меня маха аватар бабаджи это абсолют который является выражением света и звука из которого создаются все миры он сам в этом присутствует он генерирует из самого себя эту великую силу но принято в мире йогов считать что маха аватар бабаджи это образ некого молодого человека который действительно являл себя в этом образе достаточно много раз и у нас есть счастье и высочайшая милость общаться с ним и видеть его периодически тогда когда он этого пожелает поэтому в первую очередь для меня маха аватар бабаджи это абсолютный свет свет жизни свет не как световое явление а свет как жизнь как любовь безусловная любовь вот эта мощная сила преобразующие по сути то что наполняет жизнь всех вселенных вот такой момент на самом деле я думаю что твой ответ абсолютно идеален потому что действительно к сожалению ну так сказать очень часто когда люди пытаются размышлять о том кто такой маха аватар бабаджи немножечко сводит к некой персональность некому учителю какой-то традиции в то время как твое объяснение но абсолютно универсально и так сказать о том что действительно это абсолютно абсолютный свет просто который может являться перед теми или иными практикующими учениками самых разных традиций а не только кри йоге именно в некой форме но что за этой формы и твое объяснение но действительно абсолютно замечательное и сейчас я хотел бы вспомнить одну историю сложность этой истории заключается в том что это устная традиция я честно сказать не очень знаю насколько это отображено в каких-то книгах по-моему ягананда об этом никогда не писал но устная традиция как так идет моего учителя йогера маяха так и в общем линии шриок тэшвар она гласит на такой вот действительно удивительной истории в некоторых своих видео я вспоминаю эту историю что в конце девятнадцатого века скорее всего эта встреча произошла в бенарасе варанасе где махатар бабаджи появился перед лахири махасая своим великим учеником и по предположению на этой встрече присутствовало еще три великих ученика лахири махасая в частности с вами пронавананда а также рамгу палмазундар и батачари такие достаточно ключевые ученики лахири махасая и возник вопрос о возрасте махатара бабаджи естественно тут же мы улыбаемся потому что говорить о возрасте абсолютно практически невозможно соответственно с этой истории я повторяю что это устная традиция но тем не менее давай возьмем хотя бы хоть как-то за основу махатар бабаджи улыбнулся сказал что он физически в этой форме присутствует четыре кальпы в этой вселенной я в своих книгах но на сегодняшний момент у меня уже больше десяти книг издана некоторые посвящены сатисая некоторые махатар бабаджи йогера маяху я помню когда я лет десять назад издавал первую книгу я знаю эту историю честно тебе скажу я немножко испугался написать там четыре кальпы я написал миллионы-миллионы лет но как бы четыре кальпы это несравненно больше на самом деле как вот эта история вообще показывает масштабность этого рисунка до который нет даже что только четыре кальпы это четыре раза творился и исчез этот мир да то есть как это можно уместить в наше сознание вот как-то могу прокомментировать эту историю я бы сказал что даже тогда когда наступает пролая когда ничего нет махаватар бабаджи присутствует потому что четыре кальпы это значит есть еще пятая есть еще шестая у нас на самом деле очень много кальп прошло уже и никто ведь толком не знает действительно сколько лет вселенной некоторые говорят сотни миллионов некоторые говорят и больше и меньше кто-то говорит что она буквально недавно возникла опять же вопрос в каком измерении это вселенная недавно возникла у нас же ведь есть еще и параллельные возможности до восприятия этого всего поэтому для меня махаватар бабаджи это то нечто что никогда не умирала а если она это нечто не умирала то у него нет возраста в любой момент может возникнуть персона или личность проявленная в любом возрасте аватары приходят двумя способами они возникают из света это я так это видел и второй вторая возможность или скажем такое второй способ это когда мать вынашивает девять месяцев аватара но при этом отец не принимает участие и тот и другой способ является универсальными во всех отношениях сейчас мы не будем вдаваться подробности как это происходит это происходит в любом случае мы знаем что сатья сая такое же явление мы знаем что мастер иисус такое же явление мы об этом знаем мы не просто в это верим но мы об этом знаем мы знаем как это все работает но при этом конечно же глубочайшая преданность и уважение всему этому не позволяет мне рассуждать на эту тему именно посредственно как как вот как ученые это делают разбираясь и копаясь в этом это священно и просто я принимаю как человек который фактически непосредственно имел опыт и видел не посещал посчастливилось в этом воплощении увидеть вот это рождение мгновенное рождение и второе рождение увидеть посчастливилось нам всем это сатья сайт поэтому для меня это все свет свет который выбрал скажем такую форму в той или иной степени и конечно же это могут быть четыре кальпы отвечая вот на твой вопрос более того я скажу тебе что я был возле этого дерева баньян и не один раз был возле этого дерева где сильнейшая энергия на прояге в районе аллахабада находится этот баньян в котором возле которого или у которого явил себя бабаджи он пригласил юктышевара гириджи естественно там были другие ученики наверняка вот это был момент когда была великая кумхамела величайший праздник и там собрали собрался очень большое количество йогов и нам посчастливилось там оказаться тоже мы были там несколько раз еще раз я возил группы туда и я видел этот баньян мы медитировали у этого баньяна почти долгое время вот конечно в тот момент баба джи не явил себя физически но там было присутствие опять же мы говорим о присутствии мы все время ощущаем бога мы не можем от него никуда деться он все время с нами потому что все есть он и конечно это четыре кальпы я полностью с этим согласен я бы хотел чтобы это было двадцать четыре кальпы на самом деле замечательно описал то что аватары приходят разным способом и мы например на самом-то деле если так глубже посмотреть на историю мировой духовности религии эзотерики то у нас очень много примеров не только иисус был зачатываться исхождение святого духа ты уже упомянул сатисаем и вот была замечательная история когда в общем только когда сатисаем дай бог памяти но по биографии по моему был уже 30-40 лет когда он разрешил своим матерям которые тогда была еще жива рассказать как зашел этот поток света как она почувствовала что она беременна сатисаем тоже пример на самом деле такой же пример это шрига макришна один из моих таких любимых учителей 19 века и вспышки света например величайший буддийский учитель патмоса мхава ведь он вообще вышел на спешке света буддаши кирмони тоже был зачат из снисхождения энергетического его мать это спектр девайва просто как это было снисхождение энергетического поэтому на самом деле у нас достаточно много в этом смысле примеров и это не только иисус потому что конечно для христианского мира очень часто ассоциация только с иисусом но примера вообще для достаточно достаточно много я думаю что мы не во всех примерах знает есть вот извини пожалуйста есть очень важный момент я почему на него сейчас хочу обратить внимание очень многих слушателей аватары рождаются из вспышки света но тот же мастер иисус и в первую очередь наш садгуру сатиса и баба да он сказал что вы все боги каким образом это можно выразить то есть он является аватаром он пришел как свет и фактически этот свет стал ребенком которого выносили но это свет я хочу обратить внимание людей на то что в момент зачатия невозможно образоваться жизни если не возникнет в высоком духовном мире вспышки света то есть ребенок не возникает не появляется плод до момента пока не возникает эта вспышка света именно высочайшее веление или дозволение свыше в момент когда скажем создается новая жизнь в момент зачатия происходит зачатие только по одной причине если дается дозволение свыше возникает вспышка света то есть получается что все люди на земле это тоже небольшие малые аватары которые возникают из света потому что ничего не может возникнуть если она не возникла из света все есть свет вот вот важный момент чтобы мы понимали свою природу она это значит как бы очень интересно что садиса и бабу всю жизнь указывала то что каждый 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 человек потом приходил его шрам ты бог и ты бог и ты бог но для людей конечно это было достаточно сложно было гораздо проще создать ему какой-то на культ поклонения на сайте сай когда он все время говорил о том что бог внутри вас это такой более сложный путь и я всегда вспоминаю что легко создать культ иисуса христа сложно следовать ему легко создать культ буддушек ему не сложнее следовать ему это так сказать увы так происходит действительно ты напоминаешь о том что по сути своей в какой-то степени даже мы можем и совсем понимаю в какой каждый из нас выше цвета в общем следующий баба в одиннадцатом году прекратил этот культ тем что он сокрыл свое тело и теперь у людей есть необходимость этот цвет увидеть внутри да я слушаю следующий сложная задача как моешь до следующий мой вопрос который мы с тобой тоже так сказать долго достаточно время обсуждаем и это вопрос очень сложный да попробуем к нему притронуться это различные некие дополнительные манифестации махалтара бабаджи в различных великих учителях частично имена которых мы знаем и прежде всего я хотел бы назвать гуракнатхан бабаджи на гараже бабаджи и хридакан бабаджи и так существует знаменитая история в двух словах позволю себе напомнить нашим зрителям о том что один из величайших некоторые считают первый ученик не стану говорить первый непет но один из древнейших учеников был мать синдранат и он пришел к мохатару бабаджи сказал гуру дева дай мне ученика такого же совершенного как ты на что махалтар бабаджи который с большим чувством юмора рассмеялся сказал это невозможно мне придется мотивировать еще одно тело и стать твоим учеником и так получился гуракнат который в общем в традиции шайвизма тантры наванасом продай очень многие тысячелетия все время был очень активен давал наставления общался с учениками кстати говоря большая ошибка многих индологов которые считают что гуракнат типа жил двенадцатом веке то есть это существо находящиеся на уровне шива сараба самаде учитель который существует многие эпохи как бы то ни было да для человеческого рационального мышления ну так кто же такой гуракнат это отдельный кто-то или это манифестация бабаджи мы опять попадаем в эту сложную ситуацию человеческого ума хридакан бабаджи да опять же это так сказать не кто кто материализовался опять же скорее всего из вспышки света вполне в общем казалось бы так сказать смертном теле прожил жизнь общался с учениками и умер казалось бы как обычный человек но это неправильно так говорить но появился то вспышки света наконец на гараже бабаджи который родился в браминской семье на гене в таме ладу начале третьего века и многие ассоциируют и это действительно тоже манифестация этого же абсолютного бабаджи здесь я даже не знаю не хочу задавать конкретный вопрос ставлю просто многоточие передаю тебе слово вот как как эти манифестации так сказать в чем глубокий смысл на твой взгляд что вообще об этом можно сказать что мы об этом знаем в моем понимании в моем видении это одна и та же суть которая отделила себя от самого себя на самом деле опять же мы говорим что все возникает из одного источника если махаватар бабаджи рассмеявшись сказал что он не может этого сделать тогда ему действительно пришлось отделить от самого же себя с которым он которым он является непосредственно тут очень важный момент когда мы общаемся с проявленной сутью аватара очень многие люди забываются например сай баба тоже часто говорил о том что вы привыкаете к моей личности внешне проявленной и забываете кто я на самом деле то есть речь не идет о том что эта личность о себе мнит дело в том что он обращает внимание людей на то что находится за этой личностью чем является это нечто из которого возникла эта личность и махаватар бабаджи он будучи всем во всем будучи вот этим абсолютным явлением он просто из себя создал нечто которое выразило себя как город надх и чтобы было больше возможности взаимодействия с людьми он появился не как второй бабаджи как город надх от которого пошла эта линия вообще скажем так ситхи до бессмертные ситхи не люди которые стали ситхами не человеке а те кто пришли свыше они очень часто делали то что называется множили свое тело свои тела используя вот этот единый принцип существующего сознания для помощи этому миру и отработки даже кармы то есть свою фактически суть разделив сохраняя вот это объединение это действительно обычному непонятно как это происходит сохраняя эту единую суть то что называется сознание высочайшее сознание или свет разума они создавали тела для того чтобы работать в этом миру и поэтому и возникают путаницы в реальности но что интересно мы все из бога мы все единое до проявление бога но каждый сам по себе вот сейчас сознание людей она же ведь делится она делится на двойственный мир двойственность это проявлено то есть я например это я а вот и это ты мы так живем в этом мире лишь только немногие знают о том что все едино но для того чтобы знать что все едино нужно познать этот принцип единства внутри себя да и тогда ты видишь проявленную суть самого же себя до из этого сознания вот между баба джи и гурак надхам нет никакой разницы в этом смысле но есть разница внешняя когда сайба вы спросили про баба джи он сказал нет никакой разницы если вы молитесь баба джи считаете что вы молитесь мне и наоборот была такая фраза но был момент когда баба джи пришел к сайбабе на даршан весь зал замер никто не мог пошевелиться в течение минуты или более баба джи стоял на небольшом отдалении отца и бабы и они молча смотрели друг на друга молча затем он развернулся и ушел люди не могли ничего понять естественно они были в неком состоянии таком когда все это закончилось многие сахи преданные конечно же это русские побежали вслед за этим необычайной красоты молодым человеком сразу же но он исчез бесследно но как-то эта информация все-таки была доведена до видимо близких рядом с сайбабой кто находился людей бы люди сказали что это был баба джи я конечно в этот момент не присутствовал там но я знаю что наверняка не встречались и есть уникальные кадры где хайда хан баба джи и сатья сайбаба вместе поднимаются на гору кайлас ты наверное знаешь что настоящие ну как скажем так не настоящая а главная гора кайлас находится в хайда хане и это гора на которой присидел баба джи около 50 дней хайда хан баба джи окруженный огнем и он находился в самадхи и это было его манифестация было его а тот кайлас который в тибете он не является первым кайласа вообще касательно кайласов об этом говорил город и есть несколько мест где был установлен а вот этот вот символ который мы называем кайлас и самый первый это как раз хайда хан район он гораздо меньше по высоте этот кайлас нежели тот который имеет 66 600 и так далее вот но подняться на него не так легко людям как оказывается мы с группой поднимались туда несколько раз и людям было достаточно сложно хотя туда ходят местные это необычное место очень вибрирует мощной силой поэтому для меня хайда хан баба джи который якобы ушел как обычный человек взяв карму на себя да в реальности ведь мы знаем что он через два дня снова появился он появился и просто поговорил со своими учениками близкими то же самое сделал мастер иисус когда он просто явился после того как его его сознание было в единстве ушло как говорится со креста так скажем поэтому да это одно и то же по большому счету мы все одно это тоже самое город над но город над это то что мы называем город надхом который оставил определенные знания дал в мир направление частности он известен как скажем так законодатель хатха йоги но ведь мы знаем что хатха йога это не просто хатха йога с телом хатха йога гора кнатха очень сильно отличается от хатха йоги который сейчас вот и были случаи когда они втроем появлялись были случаи когда они вместе находясь играя в эту отделенность появлялись в миру кстати говоря в гималаях в районе у таркаши город надх очень часто появлялся я был в этих районах и проводил достаточно много времени в практиках в аскезе и там был был и бабаджи тоже когда я получил инициацию в крия кундалини момент когда явился сатя сая баба и дал шактепат это было в аллахабаде как раз в святом этом районе где проект находился находится да на следующий день я видел бабаджи в световом теле но я его видел не физически а через медитацию сначала я заснул телом потом оказался в этом осознанном состоянии где мы с бабаджи общались и он держал меня за руку и я его физически держал но его тело было совершенно прозрачным сквозь это тело матовый свет за которым даже были очертания другого то есть окружение ну то есть каких-то деревьев там и так далее и он со мной разговаривал он был счастлив возможности кстати он был очень шустрым в этот момент озорным как ребенок он вел себя так как будто он играл со мной вот такая вот у меня есть личные такие переживания такая история поэтому я полностью согласен с этим я бы вообще не хотел чтобы люди как-то разделяли буквально да хотел бы две такие темы из того что ты вот сейчас сказал первое конечно это потрясающе интересная красивая мистичная тема взаимосвязь одного сознания двух тел махатар баваджи и сатя сай баба действительно так сказать например мы знаем что сатя сай совершал паломничество только в одно место это был бы бодренадх да и куда он несколько раз и в 60 и 70 и начале 80-х годов именно ехал как паломник это потрясающе сама высшая божественная инкарнация едет как паломничество только в одно место именно тот район где в общем находятся ашрамы в том числе махатара баваджи помимо всего прочего есть очень важная книга сатя саян на рана рана гуха шам я был хорошо знаком с с вами криш варананда автором этой книги сатя сайта сказать 80-е до года основал ашрам рядом с бодренадхом не хорошо знает убору где этот ашрам был основан и туда в том числе приходил махатар баваджи чтобы тоже дать некие духовное наставление в общем группе учеников сатя сая поэтому это действительно очень интересная такая тема и еще так сказать хотел бы тоже и сказать и где-то в общем да задать и вопрос в том числе посмотри даже вот сейчас по ходу нашей беседы ты упомянул о своих встречах как на тонком плане в общем ну где-то наверное и упомянул уже и физических встречах с бабаджи у тебя помимо этого есть еще целый ряд видео где ты рассказываешь о своих встречах с бабаджи и я думаю что ты абсолютно хорошо знаешь о том что кто-то с восторгом слушает вот такие твои рассказы кто-то начинает тебя критиковать на самом деле я хотел бы сказать вот тем кто критикует что вы даже не понимаете насколько тяжело говорить о подобных опытах я например считаю что им рам данном случае является героем что вообще рассказывать эти истории потому что это не просто рассказывать и в этом смысле действительно это очень важно что ты делишься как какую-то частью своих опытов потому что это дает вдохновение для других людей даже когда мы читаем книги это одно а когда мы видим человека который может сказать да вот я видел это на тонком плане это физически и то это очень большое вдохновение для многих естественно к сожалению человеческое сознание склонно критиковать завидовать и так далее но я думаю что это надо быть очень осторожным потому что в общем это действительно я знаю что это очень большой подвиг своей страны вообще об этом рассказывать это трудно физически даже на самом деле но извини может быть я перебил я просто хочу сказать что очень благодарен и тем кто критикует наверняка они есть я об этом мало знаю вот я когда мне ребята говорят о том что новое видео вышло иногда спрашиваю есть ли там критические замечания людей мне интересно это те кто вдохновляются они молодцы я рад что есть такая возможность у меня делюсь я этим только по одной причине я вообще многие годы молчал на эту тему есть только одна причина и эта причина сам баба джи сам махаватар баба джи туда же в эту же скажем причину я отношу и сатья са и бабы тоже потому что для меня это одно и то же еще раз хочу сказать и я даже как-то сделал следующее у меня иногда называлась так крия саи крия баба джи потому что для меня нет разделения между саи и баба джи вот и поэтому тем кто критикует я им благодарен потому что я вижу что они смотрят эти видео они их слушают и они хотя бы таким образом имеют некую сопричастность да сейчас может быть сердце еще нуждается в том чтобы раскрыться в том чтобы не обязательно даже верить не верьте но проверьте есть такое очень знаменитое высказывание мастера иисуса но они с этим сопричастность имеют они слушают им интересно да ментал может быть еще не принимает может быть как ты говоришь и зависть ведь мы все как говорится люди нуждающиеся в том чтобы каким-то образом изменить свое сознание раскрыться даже если человек заблуждается но он искренен в этом да то это очень важно важно даже сама искренность они то о чем он говорит или на какую тему думает поэтому здесь в этом смысле меня ничто не волнует абсолютно я могу очень много историй рассказать если время хватит на эту тему ну вот я могу сказать такую вещь что моя первая встреча с махатаром бабаджи произошла в 93 году и в общем-то я первый раз почем об этом упоминать только уже в районе 20 года и и это действительно очень важно в какой-то момент делиться этим потому что тогда все эти замечательные истории того же и гонанды становится реальностью поверьте друзья к этому я шел больше чуть меньше 30 лет для того чтобы быть энергетически готовым открыть рот и это сказать поэтому это очень такой сложный 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 момент хочу задать следующий вопрос связаны с смотрю свою запись да давай лучше этот вопрос обсудим итак смотри во второй половине двадцатого века в соединенных штатах америки жил замечательный мистик доктор вейнда которого я очень очень ценю я очень люблю его книги никогда я физически не встречал доктор вейнда это и учитель мотивации то что называется да мотивация это философ это медитатор это был преданным сайте сами потрясающие два видео посвященные сайте сая при том что никогда не был в бутапарте физически не виделся сайте сая но находился с ним во внутреннем единстве и доктор вейнда высказал такую гипотезу хотелось бы мне чтобы ты ее как-то прокомментировал что для запада махалтар бабаджи манифестировал себя как сэн-жермен и сейчас достаточно много людей соединенных штатов в принципе поскольку воиндар очень авторитет он уже ушел так сказать не жизни воиндар ушел следующей жизни если не ошибаюсь это произошло в 2017 году но тем не менее вот как ты можешь прокомментировать вот такую манифестацию действительно или так насколько ты с этим согласен что для европы там 17 18 века действительно бабаджи материализовался как сэн-жермен или это так сказать для тебя не очень близко и непосредственно с персоной сэн-жермена я достаточно такую глубокую связь чувствую и вот эта любовь к алхимии она видимо с этим и связано почему я с этого начал потому что я в детстве часами проводил в ванной комнате время и занимался вот этими вот пробирками и растворами которых я мало что знал но это было интуитивно сэн-жермен мы знаем его как алхимика в некоторых источниках указывается что сэн-жермен одно из воплощений мерлина мерлин это был близкий друг короля артура король артур говорят был воплощением эль море в одном из воплощений то есть в реальности эль море это тоже аспект абсолюта который выразил себя много-много раз сэн-жермен выражал себя много-много раз он же был бэконом известным философом следующем воплощении мы об этом знаем из книг тех же профит я честно говорю прямо что за свою жизнь я прочитал практически ничтожное количество книг я их не читаю во первых у меня нет времени во вторых нет необходимости но и в детстве у меня не было особого желания читать книги написанные кем-то поэтому мне сложно сказать непосредственно то что написано в книге профит муж и жена были такие вот сейчас ее уже нет она уже ушла тоже эта женщина вот она очень высокой духовности была и хороший контактер было к чему я это все говорю то есть есть вот такая линия есть другое мнение о котором ты сказал что вполне возможно что сэн-жермен и есть воплощение баба же я склонен верить этому в большей степени но и не отвергают то предыдущее почему да потому что взгляды людей разные дело в том что это универсальное сознание она играет много ролей вот например на даршане сай баба подходит к преданным с одной стороны мы его видим как шива с другой стороны этот же преданный рядом сидящий может видеть как вишну или как кришна и потом они с пеной у рта друг другу доказывают что сай баба был кришной в этот момент но действительно действительно он был с двух сторон разным совершенно разным иногда баба бывает громадным иногда баба бывает маленьким иногда он бывает синий синим иногда белым то есть в реальности наше сознание воспринимает именно то к чему она готова или то что необходимо воспринять для какой-то работы поэтому махаватар бабаджи естественно если мы говорим о бабаджи как концепция абсолюта он себя выразил и как сен-жермен и как тот гермес тристмегист и как многие другие аспекты которые фактически возникают из единого источника и я вам могу сказать что у них нет человеческой кармы если мы говорим о том что все остальные люди которые существуют здесь на сегодняшний день они разные и у каждого разные воплощения разное количество воплощений но у этих людей есть человеческая карма и они развиваются от минералов до растений от растений развивались до скажем так животного происхождения то те о которых мы сейчас говорим они не приходили на землю в таком виде как имеющий карму они возникали приходили на землю много раз и приходят для того чтобы поднимать сознание эволюцию этого всего и не являются теми у кого есть человеческая карма соответственно это не люди это воплощение в человеческие тела и естественно они могут иметь очень много задач они имеют очень много задач либо это те некоторые из них которые прошли человеческую эволюцию полностью завершили и больше не приходят на землю как обычные люди но находятся в высших сферах такие как учителя вознесенные владыки уже завершившие полностью я как-то в одном из интервью рассказывал о том что есть святой и он ныне жив в теле живет он на юге дагестана его зовут махмуд баба и мы очень часто с ним общались к нему часто ездили группами ездили и у нас были не один раз а много раз была уединенная беседа с ним его дом находится на святом месте где до него в этом месте был очень часто находился его мастер его учитель который демонстрировал ну скажем так он не демонстрировал но люди видели в нем очень много ситх и в данном случае махмуд баба тоже обладает определенными качествами и общается с ширдиса и очень часто и сатисая и из баба джи то есть я был свидетелем несколько раз того когда баба джи являлся нам его милость в женском теле и когда я смотрел на это женское тело это была селянка внешне одетая достаточно просто она пришла в дом этого святого махмуд бабы баба на дагестанском на языках скажем народности дагестана это тоже отец баба оба это мать баба это отец поэтому санскрит он везде ну вот я коротко сейчас расскажу значит историю мы приехали к сай бабе нас было трое мы приехали к махмуд бабе нас было трое приехали почему потому что ну во первых в душе захотелось увидеть его во вторых махмуд баба просил меня перед отъездом кстати сая в путтапарте заехать к нему я приехал и у него была личная просьба как ни странно он общался и баба к нему приходит но он попросил в этот момент меня в этот раз меня о том чтобы я обратился к сай бабе там в путтапарте и были три вопроса которые он просил меня передать сай бабе я это конечно сделал и в момент когда мы общались надо сказать что двор в котором жил живет махмуд баба достаточно большой и железные ворота и очень хорошо слышно железные ворота которые открываются и закрываются их слышно прямо в квартире это в домике это в принципе достаточно большая территория вот чтобы зайти в дом махмуд бабы нужно пройти две двери главное которая в дом заходит потом тамбур небольшой коридорчик и в зал в котором мы находились в какой-то момент я почувствовал мы говорим говорили всегда о боге и говорим всегда о нем говорили о разных проявлениях его говорили о духовности в целом сидели мы втроем я был мой товарищ был с которым я был в горах в момент когда баба джи явил свое тело и еще один человек находился он был он нас привез на машине мы сидели возникла вибрация интересная эта вибрация была необычная и затем просто открылась дверь в зал никто не входил в дом никто не шумел воротами заходит достаточно грузная женщина но глаза этой женщины были очень необычны эта грузная женщина полная полновато была одета как обычная селянка которая может быть в селе на юге дагестана волосы были аккуратно собраны на что меня поразило это глаза глаза были в точности как мы знаем которые были или есть у баба джи и там матери за тот материализованный образ баба джи который есть сейчас и он у людей распространяет люди между собой вот те глаза вот тот взгляд его в какой-то степени даже колки и мощный пронизывающий взгляд ровно эти же глаза я видел у этой женщины и что меня еще поразило она держала четки ведическим образом у мусульман так не держит четки я это точно знаю потому что я родился в дагестане я знаю очень многие практики и закрытые практики суфийские практики шиитов суннитов она держала четки ведическим образом указательный палец не касался и перебирались четки только большим пальцем через средний когда она зашла или он зашел было множественное количество отрыжек так такое ощущение что в воздуха было в теле огромное количество эти отрыжки были но она как бы скажем так вы выводила высвобождала из себя этот воздух потом я узнал что через некоторое время что момент материализации тела огромное количество энергии пранической силы а панической силы в итоге они высвобождаются остатки чтобы тело сохранить чтобы его не разорвало образно говоря высвобождается огромное количество энергии и в конечном итоге газы которые образуются из света из атомов между атомами и молекулами есть еще газы жидкостная среда и потом молекула возникает то есть все это связано с вот этой вот мощной внутренней работой и на биохимическом уровне те кто понимает это они могут просто определить даже что происходит но самое главное что дверь не открывалась не в воротах не в тамбуре а это слышно и обычно как музыкант эти все вещи фиксируют на вот и зашла вот это вот сущность в этом теле зашла так как будто она там всегда была и стать мощь что интересно следующее встает махмуд баба подходит и начинает обнимать женщину и целовать правую левую щеку и в таком очень каком-то скажем в глубочайшем уважении меня поразило то что он так себя никогда не вел потому что нельзя обнимать женщину если это просто женщина а тут мы понимаем что что происходит ребята были в смятении конечно рядом сидящий и эта женщина он я его так называю баба джи в женском теле сел на диван и махмуд баба поворачивается ко мне и говорит ты хотел видеть баба живот он пришел тебя проводить в этот момент конечно я поклонился естественно сделал про нам но не полностью до стоп а просто низко поклонился и она или баба джи скажем так ничего не говорил молча смотрел мне в глаза некоторое время потом он сделал такое движение вытащил у него здесь был кошелек он вытащил раскрыл этот кошелек и там лежали 100 рублей и 50 рублей он достает мне 100 рублей и говорит возьми это тебе пригодится и меня даже сомнений не было что нужно брать то есть я обычно не взял бы деньги но тут я их взял и положил в потаенное место и сказал себе что их не буду тратить а в путапарте получилось так что у меня закончились все деньги я давал там взаймы людям потому что у людей тоже деньги заканчивались наши сай бабушки они очень часто любят ходить по маркетам и так далее и одна женщина подошла ко мне говорит мне нужно на дорогу есть тебя что-то я и отдал последнее что мне было и ждал фактически что мне как-то где-то пришлют деньги должен был приехать мой товарищ привезти какую-то небольшую часть денег на билет обратно вот у меня закончились я уже там перестал в столовую ходить в этот момент это такая аскеза небольшая и тут я вспомнил что у меня есть эти 100 рублей они находились совершенно в другом месте потаенном месте кошелька там скажем да который на поясе носит когда я открыл этот кошелек в этом месте я увидел там новые совершенно 500 рупиевые купюры вместо этих 100 рублей то есть эти деньги исчезли у меня остались только две 500 рупиевые купюры 500 рупий одни я отдал сайрамовки член цаи организации она купила себе билет до деле и 500 рупий я себе оставил вот такая история у меня поэтому махаватар бабаджи он махом баба говорит он как собака может прийти как вообще бог может проявить себя как лиса как птица и так далее мы действительно свидетели этому всему знаешь как раз один из вопросов которые собирался тебе задать поэтому очень здорово что ты все это сам рассказал о том что действительно лиллы игры бога в данном случае мы говорим о бабадже таковы что он может появляться не обязательно в той форме как вы привыкли из книги автобиографии йога во первых он может появляться например с ровными волосами или с такими дредами как такого классического шиваи то это может быть все юноша который похоже на 18 лет или скорее похоже на 25 может появляться даже с бородой и более того ну крайне редкий но в данном случае как ты рассказал даже материализации появление в женском теле поэтому это совсем в общем действительно очень такая важная тема которая показывает что всякая наша попытка рационально осознать данную ситуацию конечно она обречена следующий вопрос который бы я хотел задать на меньше у нас сегодня такой специально в общем видео где мы пытаемся охватить не так сказать необъятное поэтому я сразу много-много видишь тем затрагиваю хотелось бы поговорить о махатма моря и махатма кудхуми я знаю что тебя очень большая связь так сказать внутренняя таинственная с этими учителями и так махатма борь и махатма кудхуми говорили блаватской электронной своей ученицы о том что они являются в том числе мастерами раджа йоги так сказать они практикуют некие техники никаких подробностей ну либо они не сообщили блаватской либо блаватская посчитал нужным не донести дальше но учить в йоге рамаях который родился 1923 покинул этот мир 2006 году и 50 60 годы он достаточно долго жил в бодренатхе общался с махатаром бабаджи в разных телах что на самом деле впоследствии очень сильно запутало некоторых из его учеников уж не будем говорить потому что он как говорится отдельно встречался с этим телом и с другим и с третьим и с четвертым да и вот йоги рамаяк говорил мне такую очень важную вещь что на первых он очень почитал сюда блаватскую ну на самом деле релихов и он говорил о том что когда махата море махатму кутхуми говорили блаватской о том что они практикуют некие техники раджа йоги кри йоги то они имели ввиду прежде всего практики крия кундалини пранаяна и так крия кундалини пранаяна это определенная система техник которая по версии опять же вот йоги рамаяхо пришла через из махатара бабаджи через агастия муни на гараже бабаджи там есть своя линия как всегда божественная путаница она не божественная человеческая что есть не совсем похожие крия кундалини пранаяна например ты практикуешь или так сказать проповедуешь чуть-чуть не та не такую крия кундалини как я у людей возникает вопрос их тоже из них прав кто обманывает вот эти смешные вещи они к сожалению происходят люди не понимают что если традиции много тысячелетий то очевидно что техники должны иметь свою разницу как будто не было в соответствии собственной традицией от йоги рамаяхо махатма моря махатма кутхуми тоже являются важными носителями не просто крии йоги а именно линии крия кундалини пранаяна и именно поэтому скажем вот ну вот в линии йоги рамаяхо огромное количество биджи мантр я абсолютно энтузиаст биджи мантры очень много их практикую люблю так сказать семинары проводить на эту тему у нас даже есть отдельные мантры и нагараджи бабаджи куракнадха биджи мантры агастя муни и конечно очень много биджи махатара бабаджи но ты в данном случае профессиональный музыкант я просто люблю мантры но тем не менее знаешь недавно и оказалось у меня уже 65 дисков я был очень удивлен потому что я совсем не музыкант но как бы просто усилием моих друзей которые музыканты мы вместе записываем вот и мы недавно кстати выставили я тебе пришлю ссылку отдельный диск 11 биджи мантры махатара бабаджи очень я сам доволен что это вышло на прошлой неделе поэтому я тебе пришлю ссылку для всех остальных вот на моем метеорском канале это это есть запись вот и там но как бы на этом диски этих нет мантр но у нас просто отдельно традиции есть биджи мантры море и кудхуми и махатара да и они в общем считаются как одним из носителей наряду с гракнатхом наряду с агастя муни на гараджи бабаджи именно линии кре кундалини пранаяна что ты можешь сказать что ты можешь поведать поделиться про махатма море махатма кудхуми ну на самом деле в любом контексте в контексте махатара бабаджи или чтобы ты вообще мог нам сегодня рассказать об этой очень интересной теме в реальности как я это вижу были личные переживания на эту тему действительно ты правильно заметил есть глубокая тонкая связь с этим есть вещи которые я не могу сказать открыто поскольку они связаны с очень глубокими глубинными состояниями даже нет слов чтобы это передать но касательно сущности которую мы называем эль море цен жермен может быть кудхуми в данном случае конечно же это величайшие духи которые вместе с людьми сопереживая и сострадая человечеству воплощались много раз в эпохи разные в разные годы в разные периоды жизни трудностей людей так далее воплощались и шли вместе бок о бок можно сказать оставляя после себя величайший след это пифагор это может быть архимед это может быть я говорю может быть для того чтобы у людей была возможность как-то самим найти в поиске да вот в том что пишет блаватская прочитать блаватскую в конце концов вот чтобы понять очень много вот то есть это различные очень высокие духи которые себя выразили как огромное количество лидеров в этом мире как на западе так и на востоке акбар великий например одно из воплощений император моголов до воплощение море непосредственно сатья саи не сам сайте саи он говорил что мне в моей работе помогает кудхуми эта информация есть и конечно же мы не можем сказать что они отдельно скажем другие направления отдельно их сознание пронизывают везде и всю то есть почему мы разделяем потому что нам хочется как-то ближе быть какой-то к той или иной традиции кто-то любит крия йогу кто-то любит раджа йогу и он вокруг раджа йоги например ищет информацию и там находит что горок над был что был допустим агастия муни что вот они занимались тем-то и тем-то в крия йоги чуть-чуть по-другому потому что слова доходят уже немножко искажен искаженными зачастую вот в частности ты упомянул моменты того что есть разные направления крия йоги действительно они есть но я хотел бы сказать что это не столько направление сколько методы подведения к этому главному принципу а главный принцип это крия кундалини в котором механизм работает один потому что у всех один позвоночник у всех те же виды энергии работают как ты к этому подойдешь это уже другой момент можно через биджу пробудить кундалини а можно через пранаяму это право можно и вместе поэтому здесь абсолютно я не вижу противоречий точно также нет никаких противоречий между учителями которые играют в лилы где они собираются за одним столом круглым где сидит мастер иисус дева мария которая играла роль матери да допустим и так далее и все мастера касательно того чем они занимались до когда они воплощались на землю им нужно было эти высочайшие вибрации собрать и сделать менее интенсивными максимально снизить в противном случае они не могли бы находиться здесь но их сознание очень высокая для того чтобы эти вибрации как-то удерживать и правильно передавать нужны были трансмиссионные группы они сейчас существуют и тогда были ученики и конечно же вместе с они выполняли определенной техники йоги где раджа йога является царской то есть она объединяющая все йоги по большому счету а если брать отдельно крия конечно же это крия это венец всему и начало поскольку крия как идея как действие с момента появления вечного неизменного закона вселенной возник и аспект действия познания этого закона или принятия этого закона то есть это активная фаза action крия по сути это активность и вот конечно же в этом смысле она объединяет все бабаджи махаватар бабаджи просто сказал это крия но крия может быть в любом аспекте крия может быть выражена в раджа йоги в хатха йоги отсюда и пошла путаница крия хатха йога крия очищающие крия кундалини либо крия бабаджи и вот у людей возникли вот эти вот отдельно взятые направления на самом деле это все одна суть но конечно же не без помощи некоторых финансово заинтересованных так скажем мастеров гуру индийских частности я даже знаю некоторых которые стали называть свои направления тоже крия бабаджи для того чтобы привлечь к себе людей но и в этом лила заключается в том что даже таким образом люди привлекаются к йоге и непосредственно потихонечку развиваются идут вместе пусть они занимаются пока разными направлениями я понимаю что я задал вопрос сразу перекупили при прыгну как говорится задал вопрос сам над гири махараджу пайлоту бабе когда мы сидели вместе общались достаточно долго он мне предложил тогда сотрудничество такое вот настоящее сотрудничество и гуру санкальпу выразил и говорит что ты даешь сейчас крии йогу в ответ на то что я ему задал вопрос я говорю почему вы не даете крия ту которая очень быстро развивают людей почему вы даете традиционные вещи он говорит люди не готовы это было в 2009 году ты даешь ты работаешь с ними а я говорит устал им еще нужно очень многое понять видимо он имел ввиду ту паству которая вокруг то есть тех учеников но огромное количество ведь есть монахов которые в харидваре я наблюдал в таркаши вокруг него очень там у него несколько ашрамов и кстати говоря он мне предлагал возглавить ашрам в харидваре в свое время поскольку у меня есть сан брамина я монах в миру приняв саньясу он же предложил мне принять саньясу потому что он говорит полторы тысячи лет назад мы были вместе в одном ордене я помню как раз первый раз когда мы увиделись он сразу обратил внимание потом отдельно пригласил к себе вот и то что он говорил но это там личные моменты были мне и супруге это конечно очень многих потрясло кто был рядом вот и конечно же возникает путаница из того что есть раджа йога из крия йога в отдельности многие мастера начинают так и преподавать с точки зрения тукри и если мы говорим о том что есть махаватар бабаджи есть сенджермен есть кутхуми есть эль море санат кумар вознесенные владыки и учителя мастера иисус вознесенная владыка и учитель и по сути олицетворение сострадания это мать мария которая в общем-то в китайском пантеоне может выглядеть как гонь инь матерь мира ведь это одно и то же это совершенно одинаковое нечто или единство одного во многих единство многообразие конечно же это многообразие когда воплощалась с нами с простыми людьми душами она давала нам пример и естественно мы теперь можем сказать да кутхуми занимался раджа йогой но для кого он занимался он показывал как нужно делать тем кто вокруг него то есть все эти учителя которые сейчас вместе вознесенные владыки они находятся вместе всегда и работают каждый в своем луче ты об этом знаешь они работают именно в направлении эволюции а что такое эволюция это йога это наша с тобой йога наша всех людей йога это путь как практика я немножко может быть долго рассказываем что информации очень много мне бы хотелось все нюансы детали иногда даже кажется что сумбурно но все детали хочется передать потому что действительно это очень важно может быть когда-то мы еще отдельно по каждому случаю заснимем то что эти учителя находятся с нами все время это действительно так те кому недостаточно понимание они имеют возможность лицезреть физически иной раз те у кого есть достаточно понимание они способны чувствовать присутствие и тогда физическое присутствие не обязательно некоторые задают вопрос почему вот иногда вот некоторым везет физически появился сам блохири махасая видел баба же всего три раза насколько я помню то есть это это подарок физически но он все время был связан с ним какой смысл воплощение физического или скажем генерировать эту энергию собирать физически в тело если есть прямая связь в этом нет необходимости сай баба моделизовал кольца кому или браслеты кулона тем кто был не способен его чувствовать и обращаться к нему для напоминания а те кто имели прямую связь с ним в этом нет необходимости у меня например никогда не было такого настойчивого желания чтобы он материализовал мне кольцо потому что в этом не было необходимости для чего если я знаю о нем если я его чувствую если я стремлюсь к нему мне не нужно это внешне только внутренне но я очень молился всегда и в общем то на сегодняшний день тоже это чувство не пропало никуда об интервью сай баба говорит вы приходите ко мне вы стремитесь все на физическое интервьюирование вы хотите ко мне попасть физически на интервью когда вы попадаете вы счастливы но когда вы выходите вы снова начинаете страдать и забываете обо мне зачастую но когда я прихожу в интервью то есть внутри через сон либо в медитации я меняю вас на всех уровнях и поэтому он сказал интервью 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 вот это важный момент и у меня было свыше 30 интервью может быть и больше даже и у тебя они были наверняка когда баба приходил и когда ты понимаешь что прямо перед тобой сейчас стоит творец в форме или в образе сать и сая либо баба джи вот но конечно физическое явление она тоже никуда не девается и естественно эти счастливые моменты мгновения они запечатлевается как говорится не только на всю жизнь но и на все воплощение и в прошлого и будущего поэтому да учителя вместе с нами но они показывая пример практикуют то чем мы должны с вами заниматься вот ты например представь себе ты аватар ты вместе с учениками практикуешь ученику нужно показать ты это делаешь показываешь личным примером как мы должны развиваться поэтому мы все движемся за учителями учителя это тоже аватары огромное спасибо за такой подробный рассказ а спорные часы у нас еще наверное минут пять десять есть я хотел бы еще один два вопроса чтобы мы обсудили и один из этих вопросов на самом деле мы уже достаточно подробно ты осветил ну давай еще раз не его тоже озвучим это ученики махаватара бабы джей на самом деле это очень важная тема на мой взгляд для того чтобы понять вообще масштабность бабы джей достаточно сказать его ученика про некоторых из его учеников писал про мохам сиогананда про некоторых мы знаем из устной традиции в частности от йоги рамаяха я например среди таких наиболее знаменитых учеников конечно же готов назвать и буддушу киамуни и иисуса христа я прекрасно понимаю что когда я произношу свое имя буддушу киамуни в общем все буддисты тут же на меня начинают обижаться на что делать такая информация есть когда мы говорим про иисуса христа да есть вот эти таинственные пятнадцать или семнадцать лет которые он провел в индии и где он обучался разным философским системам в том числе систем медитации как ты абсолютно точно сказал что в те времена сам иисус скорее всего практически точно не называл эту систему крии йогой и об этом кстати писал йогананда о том что иисус и некоторые из его наиболее продвинутых учеников таких как апостол иоанн или павел практиковали все эти системы в общем не называя крии йогой источником здесь был тот же махатар бабаджи когда вот иисус прожил часть своей жизни в инде где получил свое духовное образование но кстати среди важных учеников махатара бабаджи называется и в ясадева который в общем написал махатарту и бхагавудгиту скомпоновал четыре веды пурана и так далее и почему например в бхагавудгите мы с легкой руки йогананды воспринимаем кришну вообще-то говоря как махатара бабаджи потому что как ты помнишь что ясадева писал в пещере в деревне мана недалеко от бодри над как раз напротив той долины где водопад васудхара это пространство как раз где находятся эти ашрамы так сказать это очень сложная опять же тема я думаю что мы может быть в этом может быть в следующем виде об этом поговорим потому что люди надеются что они придут и увидят эту пещеру а на самом деле масштабность махатара бабаджи гуракнаха бабаджи и иных великих учителей она такова что где они находятся в каком пространстве между какими пространствами поэтому прийти в гималайты в общем наше время могут любые туристы даже в долину сатопанга который говорится что это есть место этих ашрамов но про прекрасных гор в общем люди ничего не видят потому что слишком материально пытаются понять где эти ашрамы и вот по устной традиции опять же ясадева величайшие по сути автор чуть ли не всех священных древних текстов ведических жил то на ряду с бодри над он получал наставление махатара бабаджи отсюда бхагават гита в общем это не исторически кришна который жил за 10-15 столетий до того как ясадева написал бхагават гита в общем это по сути бабаджи который приходил давал наставление вот он стал как литературным героем вообще про саму ясадева в общем то сказать это тоже такой большой вопрос на самом деле предполагается что он жил то ли две то ли три тысячи лет до новой эры но уже даже в четырнадцатом веке новой эры спустя несколько тысячелетий с ним встречался например мадавачария то есть поэтому сам ясадева в общем это личность абсолютно уникальная не это совершенно очевидно йогананда например упоминал что адишанкар очаре а адишанкара был непосредственно учеником махатара бабаджи что само по себе очень важно потому что две ключевые личности ясадева и адишанкара вот они создали сформировали ведический индуизм то что мы называем они были учениками кабира тоже кабир дас называется среди учеников махатара бабаджи и в наше время учеников то него на самом-то деле достаточно наверное даже больше чем мы представляем потому что большая часть его учеников вообще-то где об этом не рассказывают у кого-то у кого есть миссия рассказать тот рассказывает но я бы хотел назвать два таких имени это ним короля баба и девраха баба про которых тоже устная традиция криё и говорят о том что они были непосредственно учениками махатара бабаджи кстати говоря никогда об этом при жизни ним королю бабы и девраха бабы никогда об этом не говорили а тем не менее учитель егер маях вполне так сказать мог об этом свидетельствовать потому что в 50 и 60-е годы обучаясь ему хатара бабаджи в общем все это конечно знал очень хорошо тоже достаточно великий такой пример среди учеников махатара бабаджи в общем так называется даже пан масамхава совсем будут критиковать нас буддисты но нам с тобой терять нечего как бы то ни было назвав вот такую вот череду великих учеников вообще-то говоря вот ягананда смотри он называл в качестве своего главного учителя югтышвара но так сказать на самом деле очень много не гермаеха он объяснялся на самом деле это шарда тот иницировал его ананду саньясу вообще-то говоря обучался по моему шести учителей это был его отец таки было ананда право ананда рамгу палмазундарш югтышвар и самым главным его учителем в конечстве ему хатара баба с которым многократно встречался хотя только одну встречу описал в своей автобиографии тоже на самом деле знаешь чего же там греха таить есть очень много сейчас обвинений типа югананда был таким нескромным таким авторитарным да он вообще фантастически был скромным он написал всего одну встречу с махатаром бабаджи никогда не говорил что у него непосредственно ученик хотя в общем так сказать это был непосредственно так сказать ближайший один из ближайших посланцев учеников именно махатара бабаджи скажи пожалуйста вот как ты мог бы прокомментировать вот такую ситуацию что практически смотри мы можем перечислять какие таким образом да направление явно вышли из махатара бабаджи то есть это христианство потому что его ученик иисус мастер иисус ты его называешь иисус христос это буддизм потому что и будда-шакья-муни и падма самхала это индуизм потому что ясадева и адишан карачаря были непосредственно учениками махатара бабаджи на самом деле это и индуистская и буддистская тантры тоже вышли оттуда потому что опять же и гурак надх и агастия-муни и падма самова были тоже из круга учеников вот как-то может сказать про прокомментировать потому что мы с тобой не теряем чувство юмора и вообще на самом деле когда я начинаю об этом говорить под видео и так далее вообще некоторые воспринимают как ну что понесло что ли все мы уже совсем сошлись с ума какая-то конспирология но что я могу сделать у нас есть эти сведения все что я могу делать только лишь делиться этими сведениями и тем самым показывать вообще значение этой личности которая совершенно не личность а если личность абсолютно космическая махатара бабаджи и в этом смысле это так сказать миллионное доказательство того что вообще говорить о том что это учитель только лишь какого-то направления то есть это источник всех направлений передаю тебе слово как-то прокомментировать вот эти сведения которые у нас есть мне понравилось то что ты сказал что нам терять нечего я просто хотел бы добавить что тот кто не обретал тот не может потерять на самом деле потому что приобретение это то когда ты находишься в стороне и что-то добываешь и тогда ты боишься это потерять но если человек достигает состояние единства сознания изначального своего сознания достигает да то есть то о чем мы говорим по сути цель жизни каждого человека это обрести состояние где ты в единстве находишься своим высшим я и совершенно верно в этот момент в это время переживания твоего единства со своим внутренним я или высшим яда рушатся все концепции это чем сейчас ты занимаешься допустим отчасти я тоже вместе мы рушим концепции почему потому что они сформированы не совсем верно может быть не совсем точно и тогда приходится конечно видеть эту контрастность как это так будда падма самхава который является изначально основанием да вообще всего буддизма является учеником чем-то это же невозможно в сознании обычных людей потому что это рушит концепцию но в реальности если взять допустим такое направление как дзок чен это крия йога это та крия о которой мы говорим как о чистом разуме или чистом сознании или то что называется высочайшая способность разума расщеплять как говорится все и вся находясь в этом состоянии принципа свет чистого сознания находясь в этом состоянии вот это и есть собственно дзок чен и что мы тогда можем сказать что это не раджа йога или это не крия йога но о чем тут говорить до методы подведения разные если допустим мы говорим о том что я иногда пример привожу есть пирамида четырехгранная с этой стороны идет буддист ползет ему трудно к богу наверху бог находится образно ему очень трудно подниматься потому что потому что это трудно а с этой стороны поднимается мусульманин с этой христианин отсюда может быть иудеи неважно кто-либо еще они друг друга не видят но когда они встречаются они очень далеки друг от друга потому что здесь грани очень широкий им трудно понять единство. Когда они поднимаются вверх, им становится все труднее и труднее, Бог им помогает, и они снимают с себя стружку вот этой, скажем, ненужного вот этого вот отношения, ментальности, стружку и все. Становится чище. Здесь грани соединяются, становятся ближе, люди становятся ближе друг к другу, конфессии становятся ближе друг к другу. Наверху там вообще исчезают все конфессии. Поэтому я начал с того, что когда ты не приобретал, а являешься этим изначально, то там нет никаких концепций. И сколько бы люди не пытались понять, что такое самадхи, что за система и так далее, когда вы входите в самадхи реальное, исчезают все концепции и все то, что вы приобретали в качестве каких-то способов подведения или подхождения к этому, все исчезает, остается только то, что есть изначально. И из этого изначального возникает снова импульс, и этот импульс может выразить себя как христианство, как, допустим, там буддизм, как Падма Самхава, как Бабаджи, как Горак Натх, как что угодно. Абсолютно все, чем, как говорится, заведует абсолют, непосредственно первоисточник, вот эта вот первопричина, которая является причиной для всего, что мы знаем. И все, чем она заведует, это ее. Она полностью поглощает это. И в этом состоянии, конечно же, людям сложно понять, почему такая путаница, почему, что, что вообще происходит действительно. Но в реальности мы можем сказать, что мудрец Нарада не является проявлением Бога. Тогда каким образом он вообще существует? Можем ли мы сказать, что в Яседев, который написал просто титаническое количество информации, не исказив ни одну букву? Какое сознание человека может это все выдержать? Это только Божественный разум может сделать. Естественно, мы не можем сказать, что он человек. Да более того, Сайбаба говорит, что вы не человеки, вы все боги. Мастер Иисус говорит, разве не сказывал я вам, что вы боги все? В Евангелии почитайте. То есть, другое дело, когда мы смотрим снизу наверх – это один момент. Когда мы смотрим сверху вниз – это другой момент. Сверху вниз имеет в виду свысока. Свысока не эгоистически, а свыше. Когда человек осознает, что он высочайшая природа, ему легче работать с этой природой, ему легче понять себя. Вот о чем речь. Поэтому, конечно же, для меня это все проявление Бога, абсолютно все. Единство в этом многообразии – да. Но вначале я упомянул, что мы проходили с вами, многие из нас проходили человеческую карму, то есть, эволюция, виток за витком. И на пути к этому очень многие забыли свою природу, отойдя далеко от, скажем, того изначального принципа. Вот, например, если взять минерал, например, он очень волна творения, вот если взять океан и волна, которая возвышается, очень далекая волна от поверхности океана во время шторма, который поднимается на 3, 5, 10, 15 метров, неважно. Это принцип минералов, они очень далеки от океана. В этот момент волна забывает о том, что она часть океана, она просто волна. Но в момент, когда она падает, сливается, естественно, все возникает как принцип единства. Поэтому минералы, они далеко от эволюции. Растение чуть ближе, это чуть ниже волна. Животные еще ближе к поверхности океана, океан – это Бог. Но они все-таки удалены. Человек ближе всего, а ангелы, они совсем близко к поверхности океана. Поэтому они о Боге знают больше, но у них нет возможностей, таких, как есть у человека. Человек – это единственное существо, которое может осознать Бога. Никто его не может осознать. В этом смысле я понимаю, что говорю. Но речь идет о том, что люди, которые больше отдают предпочтение ментальному плану, они ковыряются вот в этих аспектах, пытаясь найти, применяя, скажем, ученый взгляд, так называемый, без подтвержденной, неподтвержденной или без подкрепления духовности, сердечности этой. И тогда им сложно понять, потому что они пытаются, просто оперировав фактами, не включая сердце. А сердце оно знает гораздо больше, интуиция знает больше. И тогда ты чувствуешь, что есть связь. И ты четко знаешь, что да, непростой этот вьяс и дев. Это не просто так, он с чем-то связан, с кем-то связан. И когда начинаешь идти вот через сердце и применяешь ментальный план, разум, тогда Бог открывает тебе возможности и знания. Например, в мусульманстве знают два пророка бессмертных. Это Илья или Ильяс в мусульманстве. И второй, непосредственно тот, кого мы называем Бабаджи. А в мусульманстве его зовут Хидир или Хызр, бессмертный пророк, который черпал знания непосредственно из абсолюта, из божественного. Так вот, Хидир или Хызр, это есть никто иной, как Бабаджи, который проявил себя. На востоке Бабаджи это аспект Христа, а на западе аспект Христа это есть Бабаджи. То есть, вот такая вот картина, где мы можем понять, что вот этот единый принцип, он везде. Называем их по-разному, тогда возникает путаница. Если нет сердца, если нет ощущения, что это принцип единства. И, конечно, люди, которые говорят, ну как так, Падма Самхава, ну или буддисты, да, в целом, они говорят, есть отдельное взятое направление. Ну как можно сказать, что есть отдельно взятое направление? От чего оно отделено? И очень важный момент, я вам скажу, где недавно, достаточно недавно, это в одиннадцатом году, я был на аудиенции у Далай-Ламы. Он давал учения. Я привез туда группу достаточно большую, и нам посчастливилось встретиться непосредственно с Далай-Ламой уже в перерыве. И что произошло? Было очень холодно, это в Драмсале, ну ты знаешь, где Далай-Лама дает. Было очень холодно, прошел дождь, действительно было холодно людям, и люди ждали перерыва, многочасовая работа была, Далай-Лама там давал учения, и затем объявили перерыв. И очень многие разошлись, никого не осталось, кроме нашей группы, которая сидела в практике, медитировала. И тут выходит Далай-Лама и говорит, о, как интересно, все разошлись, вы здесь, почему, типа, не ушли на обед или еще что-то? Ну сказали, что мы практикуем. Он подошел, благословил очень многих, русская группа и все такое, и благословил так, что у людей на всю жизнь осталось это чувство. Чувство, что они имеют полную принадлежность к буддийскому пантеону, понимаешь? То есть люди, которые в крие практики, они чувствуют, что никакой разницы между этими нет. Более того, что он сделал дальше? Он говорит, вот все говорят, нирвана, нирвана, конечная цель буддизма. Я вам скажу следующее. Далай-Лама сказал, значит, так, не буквально, дословно, но, значит, сказал такое. Там глубоко, в нирване, там глубоко есть нечто, что еще предстоит нам понять. Нирвана – это не конечная инстанция. Так к чему мы пришли? А и те, то такое количество людей, которые там находилось, они были в смятении. Он полностью в этот момент разрушил концепцию буддизма, где нирвана является окончательным, мокша без индивидуальности, без всего. И он говорит, там есть нечто, что нам еще предстоит познать. Там глубоко. И я так сразу понял, что речь шла о аспекте Бабаджи. И, кстати говоря, когда я был на последней маха Кала-Чакре, она была в седьмом году в Амаровате. Это последняя маха. Мелкие проходили еще. Там огромное количество людей было. Сразу после окончания Далай-Лама, четырнадцатый, сев на машину, уехал, кстати, с Айбаби в Ашрам на встречу. И мы тоже следом поехали, чуть позже приехали. То есть, это говорит о том, что единая связь всех учителей, в той или иной степени каждый исполняет свои роли, но, по большому счету, один источник, который следит за исполнением каждой роли. Вот такой вот мой ответ. Да, ну, так сказать, вспоминая, когда был день рождения, Сати Сая праздновался в Ашраме. Приезжали делегации от Далай-Ламы и Кармапы. И в особенности, конечно, когда в мае на полнолуние праздновалось день рождения Будды, были огромные делегации и от Далай-Ламы, и от Кармапы. Это школа кармы, как и Гилук. И я помню, как они совершали всегда хутапартии такой, так сказать, ритуал долгой жизни, ну, так сказать, выполнение миссии Сати Сая. И было несколько случаев, когда они инициировали просто весь мандир, эти ламы, потрясающую мантру, может, ты ее слышал, ты наверняка слышал, Ом Мани Падмахум Сай Баба. Это, да, это очень показательно. Ом Мани Падмахум Сай Баба. Я хотел бы перечислить, ну, так уж, чтобы совсем, так сказать, продолжить, как говорится, нашу такую тему космического Бабаджи, имена, которые, ну, частично приводят в своих книгах Йогананда, частично я знаю их от Йоги Рамаяха, просто чтобы люди тоже понимали, давай напомним им о том, что, вообще-то говоря, у Махалтара Бабаджи огромное количество имен. Итак, это Махалтар Бабаджи. И еще одно знаменитое имя – это Бабаджи Махарадж, то есть король, так сказать, да. Дальше, Бабаджи Нагарадж, то есть король змеиной силы, кундалинии. Дальше, Шива Бабаджи, Трамбак Бабаджи, Махамуни Бабаджи, Бабаджи Дева, Крия Бабаджи, Саманаджи. Как? Бхоли Бабаджи. Бхоли Бабаджи. Одинар Бабаджи. То есть, в традиции, так сказать, шайвизма и, так сказать, тантры, гигантское количество имен, что тоже, конечно, так сказать, создает проблему, путаницу, учитывая, что Бабаджи, как мы знаем, это вообще не имя, а святой отец, кстати говоря, очень скромное имя для высшей божественности. И в буддизме, ну уж давай опять буддизм вспомним, наш любимый, в общем, Бабаджи является под образом Будды Саманатабхадры. Если мы посмотрим на иконографию Будды Саманатабхадры, то легко увидим, что это просто в тибетском стиле. И, в общем, все то же самое, что опубликовал Йогананда в своей ортопиографии. И вот этот первый Будда, высший учитель в буддизме, в татрическом буддизме является как Будда Саманатабхадры. По сути, это и есть Махатар Бабаджи, который уже давал наставление высшим учителям, таким как буддийская имена линии, Будда Шархиамуни, Прахиваджа, первый, достигший Шива Сварабхасамады в буддизме, и дальше уже Падмасамгава. Ты знаешь, все-таки еще один самый последний вопрос, тему давай все-таки мы обсудим. Несмотря на то, что у нас сегодня очень длинное видео, я уверен, что люди будут с удовольствием его смотреть, потому что настолько важные темы, которые мы обсуждаем, вещи, которые ты рассказываешь, что здесь не хочется прерываться. И такую финальную тему. Ну, знаешь, есть такая добрая традиция, а теперь перспективы. Вот смотри, какая история. В 1946 году Йогананда издал свою автобиографию, первая редакция, вторая была в 1949 году, и вообще величайшая миссия этой книги – это сообщить широкой аудитории, что вообще Махатар Баближи существует. До этого очень узкий круг продвинутых йогов вообще знали, что Махатар Баближи существует, и вообще, так сказать, что Шива и Самандабхадр – это одно и то же. В этом, так сказать, великая миссия Йогананда. Дальше мы видим, что постепенно, постепенно он становится, ну, я думаю, что это можно так сказать, это уже объективная реальность, более открыт. То есть он позволил о себе узнать более широко, он, в общем, проявляется перед различными практикующими. Я знаю, что даже в нашем сегодняшнем виде ты уже упоминал, что в круге твоего общения кто-то твои друзья, кто-то твои, так сказать, ученики, но кто-то уже получил опыт то ли на тонком плане, то ли физической встречи с Бабаджи. Я очень счастлив, что в круге моих друзей, которые у меня изучают кри-йогу, медитацию, бихджи, мантры, есть люди, которые через мистические опыты, через медитацию, через осознанное сновидение или физически тоже уже получили возможность встретиться, пусть на какие-то мгновения, но встретиться, а некоторые даже поговорить с Махатаром Бабаджи. Это очень радостно, потому что любая аутентичная традиция кри предполагает, что не просто там идут рассказы, а что люди практикуют, и люди, в общем, иногда тот, кто готов, настолько, насколько готов, он может такую встречу получить, как благословение. У меня сразу несколько вопросов, один из которых, вот знаешь, когда кто-то из людей, которые у меня обучаются, вдруг вот тем или иным образом встречается с Махатаром Бабаджи через медитацию, через осознанное сновидение или физически, я им всегда говорю, будьте осторожны. Здорово, что вы это встретили. Не идите, не рассказывайте налево-направо, потому что в моем случае это почти 30 лет заняло, при лечении я готов был отмитрот об этом сказать. Если вы скажете, просто потеряете энергию, сохраните это внутри себя, как некий кредит для своей практики просто. Это благословение, это не то, что вы стали великим, да не дай бог это сказать, да, это просто благословение для вашей практики, и, так сказать, может быть, когда-нибудь вы встретитесь еще раз, еще раз, а может быть, вы расскажете это, если на то будет действительно необходимость. Я еще раз повторю, что ним король Бабы и Девраха Бабы величайшие мастера 20 века никогда не упоминали, если не Йогер Маях, я, например, даже и не знал об этом, но, тем не менее, ближайшие ученики Девраха Бабы и Нин Короли Бабы вообще не упоминали об этом никогда, не считали это нужным, а кто-то, наоборот, должен был сказать, например, Йогананда, например, Йогер Маях, в принципе, он это не скрывал, но не очень-то и кричал, поэтому при жизни он, в общем, и не был вот так знаменит, потому что у него не было вот такой необходимости как-то слишком заявлять, хотя он и не скрывал, Йогер Маях, вот мой учитель, да, и, на мой взгляд, вот согласишься ли ты со мной или нет, но понятно, что мы не можем думать за Махалтара Бабыча, было бы смешно, но, на мой взгляд, он становится более открыт, это означает, что, я не знаю, на каком-то моменте, может быть, это будет еще и еще больше открытость, возможность, то есть похоже на то, что человечество все-таки продвигается в сторону духовной зрелости и больше готовности вообще встретиться с этим Высшим Учителем. Вот как ты видишь эту ситуацию, перспективы, что ты можешь об этом сказать? 321 год, два пары йоги на дворе. Сейчас зима, хороший снег, но это не Калий-юга. 321 год, два пары йоги. Конечно же, в этом сознании на сегодняшний день люди готовы к тому, чтобы хотя бы каким-то образом соприкоснуться с этой великой или высокой силой, которая может быть выражена в лице или в образе Махаватара Бабаджи в том или ином направлении в той или иной конфессии, в учении. Сейчас ты, наверное, заметил, что религиозные конфессии тоже меняются. Я говорю о том, что религиозный концепт меняется и в какой-то степени разрушен прежний религиозный концепт. То есть, по сути, вся та догма, которую пичкали многих, она сейчас видоизменилась в лучшую сторону, либо в каком-то месте или в каком-то виде она разрушена. Это говорит о том, что сознание людей меняется и сознание творит мир. Сознание людей пробуждается. Сейчас направо налево об этом говорят, потому что уже 321 год, и от нас требуется очень высокая осознанность. И чтобы эта осознанность стала еще быстрее и лучше, а главное, качественнее, Бабаджи все больше и больше проявляет себя. Но что говорить, если с нами прожил огромное количество лет рядом Бог, Бог о бок, прожил Творец, Бог, в лице Бабаджи Исаи Бабы, в частности, которого мы видели, так вот, могли кушать с ним рядом. И что это значит? Это значит, что мы готовы к этому. Конечно, есть миллионы людей, которые проходят мимо, но в той или иной степени они готовы это услышать от других людей. И знаешь, когда говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, такое есть выражение, это говорит о том, что в любом случае с людьми происходит событие, в конечном итоге они начинают обращаться к Богу. Самый последний атеист, он все равно религиозен в душе, просто он не верит в эту религиозность. Я как-то рассказывал, общался с профессором одним, он мне задавал очень много вопросов, это еще 90-е годы. Задавал очень много интересных вопросов, я ему отвечал, рассказывал свой опыт, некоторый переживал, который там по практикам, он говорит, да, это все очень интересно, красиво, но я же, говорит, все-таки ученый, ты вот мне что хочешь, говори, а я не верю в Бога. И я тут же спонтанно переспросил, а в кого ты не веришь? Он говорит, в Бога. А потом задумался и говорит, ой, кажется, я только что его утвердил для себя, говорит. То есть, он просто, он знает, что Бог существует, но он в него не верит, просто, ну, так его ментальный план устроен, ему нужно почувствовать. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, вот в наше время, сейчас, сознание смутное становится все ярче и светлее. Соответственно, у людей есть такая необходимость испытывать, переживать общение с Бабаджи в той или иной форме, либо через учителей. Да через тебя Бабаджи работает. И еще прекрасно работает. И, конечно, не дай Бог нам сказать, что это мы. Это он через нас. До момента, когда ты выходишь за пределы, когда ты вышел за пределы своего личностного аспекта, там не существует ни Имрама, ни Святослава, ни кого-либо еще, там есть только Бабаджи, только Баба. В том смысле, что как сам, сам в себе. Один без другого, что называется. Но когда он позволяет свершиться этой игре, он опять отделяет себя от самого себя и появляется Святослав, появляется Видьянадх, Гаратнатх, появляются все остальные, которые выполняют ту или иную работу. Зачем это нужно по большому счету? Да потому что сам Баба, как первоисточник, как Сатт-Пуруш, он кроме него никого нет. Он хочет тоже развлечений на своем уровне. Может, это нельзя сказать, что это именно развлечение. Он сам себя допознает, он делится своей любовью с самим собой, который выразил себя в разных, в разных совершенно аспектах. Вот, например, мы говорим о Шиве, огромное количество людей молятся Шиве. А кто такой Шива? Если есть Сатт-Пуруш, то Шива – это сын Сатт-Пуруша. Если есть Абсолют, то Шива – это проявленная форма Абсолюта. А раз он проявлен, значит, он вторичен, а не первичен. Но для тех, кто еще ниже, Шива является Абсолютом, потому что он для них первичен. Но они не знают, что за ним находится. А за ним есть еще супер Абсолют, Абсолют самого Абсолюта. И так до бесконечности, казалось бы. И это, чтобы понять, это же все нужно пережить. Поэтому Сай-Баба, он является аспектом Шива-Шакти, где присутствуют абсолютно все виды энергии. Естественно, обращаясь к образу Сай-Бабы, мы можем понять, каким образом Абсолют взаимодействует с этим миром. И мы за все эти годы имели счастье и возможность великолепия видеть явление Аватара или вот этой абсолютной силы. Конечно же, люди готовы к этому. Поэтому Бабаджи и позволил Лахири Махасая. Это не только даже сейчас, в 21 году, в 321-м Два паре юги. Это и раньше, когда Бабаджи дал это знание. Он его и собирался дать, насколько я понимаю. Просто Лахири Махасая слезно выпросил у него, дабы повысить значимость этого учения. Бабаджи не соглашался с самого начала, чтобы Лахири Махасая по-настоящему попросил потому что это жемчужина. Ее просто так не раздают. Но мы все с вами сейчас имеем счастье наблюдать вот этот аспект трансформации, где непосредственно Бабаджи лицом к лицу с нами вместе. Просто не все понимают, как это. Не все готовы еще к этому увидеть даже в мелочах этот аспект, эту проявленность. Все ждут. Ум же сразу оперирует на то, что так, Бабаджи, он должен прийти? Это кто? Это личность? Он должен прийти. Физически покажите, я поверю. Недавно у меня был разговор, и одна женщина достаточно продвинутая, творческая, она говорит, ну вот хорошо, но как я могу поверить, что фотографии материализации Бабаджи, которую я ей продемонстрировал, показал, это не является каким-то фотошопом? Я говорю, ты не можешь это понять, ты можешь только поверить или нет, ты можешь только прочувствовать. Когда мы с ней стали общаться, она мне в конце говорит, я верю, что это была материализация, потому что сам разговор и само общение в целом, та энергия и то присутствие, которое было, потому что мы говорили о нем, а там, где двое говорят обо мне, я третий, Бабаджи сказал, через Иисуса, через форму Иисуса, оно позволило ей поверить, уверовать, и этот человек сейчас на путь встал духовный. Ей не хватало немножко, она была между мирами, между материальным и духовным миром, скажем так, я не разделяю, но это в ее понимании. Ей нужно было сделать один шаг, нужно было, и она не решалась это сделать, и это произошло сейчас, и она счастлива. На сегодняшний день мы все можем быть счастливыми только от того, что мы знаем, что такое явление, как Бабаджи, все время взаимодействует с нами, и неважно, он физически появляется или нет, мы постоянно получаем эту мощную силу любви, трансформации и мудрости, которая родится в нас в конечном итоге как божественность. Она должна в нас родиться на всех уровнях, то есть на всех уровнях сознания, то есть начиная от Младхара чакры, заканчивая коронным центром. А учителя, которые есть олицетворение Бабаджи в той или иной степени, испытывая к Бабаджи непосредственно глубочайшее уважение и преданность, они играют роль таких инструментов, и в какой-то степени нам всем надо стремиться к этому, к такому инструментарию, к такой возможности. Спасибо огромное. Огромное спасибо, Имрам, за такую глубокую беседу. Я думаю, это, в общем, на самом деле действительно исторически, что мы так долго с тобой готовились и наконец-то сделали это. Три года. Что-что, да, где-то три года. Три года, три месяца и три дня, да. Три дня, да. Я думаю, что это, так сказать, первое видео будет в большой череде наших совместных видео. Я планирую, так сказать, как мы с тобой это уже обсуждали, отдельное видео по сайте Са, отдельное вообще по традиции крии-йоги, много-много других у нас общих и очень интересных тем. Главное, что я абсолютно уверен, что наши беседы это наше служение, которое будет очень полезно для духовно практикующих самых разных направлений. Еще раз огромное спасибо и до следующих встреч, друзья. Сайрам, сайрам. Сайрам.